Русским нравится быть победоносными аутсайдерами. Леонид Бершицкий. Бламберг, США. 3 июля 2018 года. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, вышедший из заключения в день открытия чемпионата мира в России, в последнее время посвящает массу времени организации протестов против повышения пенсионного возраста, делая это так, чтобы они совпали по времени с турниром. Но в воскресенье твиттеровская лента Навального была в основном посвящена игре России против Испании. Я так нервничаю, что уже съел два пакета чипсов. Пойду, возьму третий, написал он во время матча. Как же это красиво, поделился он впечатлениями после окончания игры. Надежды Испании угасли. А российского вратаря Игоря Кенфеева чествовали как героя, когда он отразил два испанских пенальти. Длившаяся всю ночь ликования не имела никакого отношения к тем пропагандистским целям, которые могло поставить перед собой на чемпионате мира правительства Владимира Путина. Но оно было напрямую непосредственно связано с теми победами, которые предпочитают одерживать россияне. Честные, справедливые, признанные всем миром и в то же время с налетом чуда. В нетоталитарном обществе невозможно устроить шоу искренней радости и веселья. Воскресное ликование было реальным, и не в последнюю очередь из-за того, что власть не имела к этому никакого отношения. Сборная, в которую перед турниром почти никто не верил, одержала победу вопреки всему. Впервые в постсоветской истории она вышла в четвертьфинал, отправив домой гораздо более сильного соперника, который превосходит ее по всем статистическим показателям. В сравнении с воскресным праздником реакция на путинские авантюры, такие как Аннеаксия Крыма, военная победа над чеченскими повстанцами или успехи в Сирии, была далеко не столь праздничной и торжественной. Испания владела мечом 79% времени и нанесла 25 ударов поворотом против семи российских. Точность пасов у нее составила 90%, а у русских 65%. Это было вполне ожидаемо с учетом совокупной рыночной стоимости российской сборной – 161,8 миллиона евро, которая намного ниже испанского показателя в 974 миллиона. А еще Россия в начале встречи забила гол в собственные ворота, из-за чего у меня возникло тревожное чувство надвигающейся катастрофы. Незадачливая российская команда под руководством Станислава Черчесова, который большую часть своей футбольной карьеры просидел на скамейке запасных качеств и второго вратаря, получила звание худшей за целое поколение. Она проиграла Коста-Рики и Катару. Это был такой жалкий аутсайдер, что после неожиданных и убедительных побед над Саудовской Аравией и Египтом глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгард, Трэвис Тагард, призвал усилить антидопинговый контроль. «Чрезвычайные успехи требуют дополнительных проверок», — сказал он. Российская сборная настолько слаба, что в соцсетях зазвучали утверждения, в основном из уст украинцев, о том, будто Россия всех подкупила, дабы хорошо провести турнир, в том числе, команды соперников и FIFA, которая организовала ей самую легкую группу. На защиту России против этих обвинений встали люди, о которых никто и подумать не мог. Один из самых последовательных критиков Путина Александр Рыклин, чей веб-сайт Рун заблокирован по решению российского правительства, отметил на своей странице в Фейсбуке, что никто в футболе высокого полета не стал бы таким образом рисковать своей репутацией. Ни один здравомыслящий человек не станет сомневаться в том, что местное начальство приложило бы максимум усилий, чтобы протолкнуть Россию в следующий тур за счет взяток, будь у него такая возможность. Репутация наших начальников не дает повода для таких сомнений. Но кому в таком случае предлагать деньги, кто будет на другом конце такой сделки? К бесконечному удивлению и радости большинства россиян, как сторонников, так и противников Путина, эти победы целиком и полностью являются заслугой некогда незадачливой национальной сборной, которую набрали из заурядных по международным меркам клубов. Черчесову пришлось даже вызвать 38-летнего Сергея Игнашевича, у которого пока нет контракта на следующий год. И этот ветеран занял важную позицию в центре защиты, поскольку приличной альтернативы ему просто не нашлось. Это чисто русская, антиэлитная дружина сражается за каждый мяч подобно гладиаторам. Надо сказать, что эти игроки за время игр пробежали больше любой команды, за исключением Сербии, Германии и Австралии, которые уже вылетели с турнира. В русских сказках часто фигурируют удачливые бездельники, но российская сборная не из этих сказок. Лучше всех ее выступления описал перед игрой с Испанией нападающий Артем Дзуба. То, что происходит, это сказка для всех нас. У Испании это случается все время, но для нас это матч всей жизни. Мы должны просто умереть на поле, показать свой максимум, играть на 200-300% своей силы. Только в этом случае у нас появится какой-то шанс. Наблюдая за тем, как Дзуба выигрывает один верховой мяч за другим испанских футболистов, которые играют гораздо лучше него, я понял, что он говорил вполне серьезно. Сборная подала всей стране недвусмысленный сигнал, если мы можем побеждать, то и вы тоже можете. Кремлевские политтехнологи захотят выдаить максимум из момента национального триумфа, но стать авторами этого сигнала они не в состоянии. Подавленная энергия страны, сжатая подобно пружине под весом коррумпированного и жестокого режима, проявила себя во внезапной вспышке самоотречения и раскрепощенности сборной. С таким же самоотречением и раскрепощенностью страна празднует теперь ее победу. Это чувство распрямившейся пружины напоминает митинги последних лет существования Советского Союза и протесты 2011 года. Это чувство неудачника, внезапно ощутившего свою силу. А что касается Кремля, то ему остается надеяться, что в следующем раунде сборной подрежут крылья. Ведь кто знает, какие идеи придут в голову русским, если она пройдет дальше. Содержание статьи может не отражать точку зрения редакции, компании Бламберг-ЛП и ее собственников. Минус комментарии читателей поет какова бы ни была политика, я думаю, мы можем отпраздновать достижения российской команды, которая повергла одного из титанов спорта Испанию. Поздравляем, Россия! Ничто не знаю, я буду ждать результатов допинг-теста. Найроча Крым, Сирия, Навальный, допинг. Ле, имейте хоть чуточку самоуважения. Это же футбол, а не салат. Поэтому пишите про футбол. Боже мой! Газ пекая все понятно. Когда любая другая страна празднует победу над командой, которая намного сильнее, это нормально, это радость. Но торжество в России, это зло, это мрачное проявление путинской тарании. Ржу не могу. Влад Пуфактиненко Путин купил эту игру и заплатил за нее. Нелепо верить во что-то другое. Худшая по рейтингам команда победила Испанию. Путину надо фильмы для Диснея снимать.